На Патриарших прудах в эти минуты проходит массовый забег. Это акция в поддержку детей с поражениями центральной нервной системы. На этот раз на старт впервые вышли и сами подопечные благотворительного фонда «Галчонок». Поддержать их отправилась и наш корреспондент Анна Балан. Неспешные прогулки по Патриаршим прудам сегодня сменились на быстрый бег. На спортивную акцию, уже давно ставшую традиционной, пришло очень много желающих. И, как видите, не испугала никого ни холодная погода, ни ранний подъём в выходной день. А начали участники собираться здесь уже с 9 утра. Обязательный этап перед забегом – разминка. Так пытались все максимально согреться, ну и подготовиться к достаточно длительным дистанциям. Их в этом году две на 3 и 5 километров. Каждый сам выбирал, сколько бежать. Но надо сказать, что все в основном выбрали большой маршрут. Ведь это возможность не только немного размяться, но и полюбоваться осенними пейзажами. Такие мероприятия, они очень важны. Когда люди подходят, говорят, Стёпа, давай мы будем болеть, ты прибежишь, ты получишь медаль. Это, конечно, такая здоровская поддержка. Как я уже сказала, забег – это традиционный. Организовывает его благодворительный фонд «Галчонок», который помогает детям с поражениями центральной нервной системы, а также детям-сиротам и малообеспеченным семьям. Проводится уже в пятый раз, но в этом году он особенный, инклюзивный. Вместе со взрослыми участниками побежали и подопечные фонда. Очень важно быть вместе чаще. В этом и есть инклюзия. Мы нашим фондом очень мечтаем об инклюзии в нашем обществе. Надо чаще про это говорить, а самое главное – чаще самим погружаться в инклюзию. Маршрут у маленьких спортсменов был полегче, дистанция всего 450 метров. Участники успешно с ним справились, к финишу пришли всем. Чтобы принять участие в «Запеге», надо было сделать небольшой денежный взнос. Все собранные средства пойдут на помощь малообеспеченным семьям, а также на развитие проекта инклюзивного образования. Анна Балан, Андрей Лапидус и Игорь Беликов. Вестим.